Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, подходит к концу 19 сезон чемпионата топовых шахматных движков и я начинаю обзор финального матча между Стокфишем и Лила Чеззиру и партию, которую мы сегодня посмотрим, это настоящий шедевр шахматного мастерства белыми играет Стокфиш, черными играет Лила Чеззиру и партия начинает с ходом Е2, Е4 Лила отвечает сицилианской защитой, белый пока играет Конь Ф3, потом Д4, размен в центре, Конь С6, Д6 белые атакуют на королевском фланге, черные играют максимально скромно, белые продолжают атаку пешками и теперь А7, А6, ход на ферзевом фланге и последний ход в дебютной книге этого поединка надо сказать, что этот вариант встречается довольно нечасто и, видимо, организаторы соревнования вдохновились до внешней партии Карпова против Каспарова 1985 года, где был сыгран этот вариант в дальнейшем Анатолий Карпов сделал естественный ход, слон Ж2, Каспаров слон Е7, размена Д4, Е5, слон Е6 и, в общем-то, Каспаров уравнял шансы, где-то, может быть, даже имел шансы на перехват но итоги партия завершилась в ничью и теперь интересно, как эту позицию будут трактовать шахматные движки видно, что черные расставились максимально скромно, поставили почти все свои пешки на шестой ряд и предоставили белым максимум возможности для выбора плана и вот интересно то, что и Стокфиш, и Лила Чет Зиро в этой позиции, в отличие от Анатолия Карпова не развивают фигуры, а немедленно размениваются на поле С6 позволяя черным усилить свой перчатый кулак в центре и еще одна черная пешка уходит на шестой ряд и вот в этой позиции начались небольшие разночтения играя белым цветом, Лила Чет Зира избрала здесь ход Ферз Ф3 и на Д5, естественное продвижение в центре слон выходит на Ф4 потом Ферз Ж3, белый не прочь разменяться слонами но поэтому делают они это на поле Ф4 черный задвигает пешку на Д4 и длинная рокировка, Лила играет агрессивно однако Стокфиш Ферз Е7 тактическим способом защищает пешку Д4 поскольку на взятие последует ход Е6-Е5 конь отступает из-под боя все равно следует Е5 и конь Ф6, позиция эта с перевесом белых но тем не менее Стокфиш упорно защищался и на 101 ходу была зафиксирована ничья а в нашей с вами встрече Стокфиш играет белыми вместо того, чтобы ставить Ферзя на поле Ф3 выводит Ферзя, нет не на Ж3, а на поле Д3 такой вот ход ну что ж, конь Ф6, абсолютно естественное развитие и здесь белый продолжает пешечный штурм Ж5, нападая на коня на взятие-взятие слоном Ферз Б6 играют черные избавляясь от связки и атакуя пешку на поле Б2 и здесь длинная рокировка белые завершили мобилизацию сил и готовы обрушиться атакой на позицию черного короля за стоявшего в центре но черные пока этого не боятся они играют А6-А5 где-то готовят маневр слона на поле А6 выменивая белопольных слонов и белый на всякий случай отступает Ферзем на поле Ф3 уводя его от возможного нападения слона и попутно лишний раз нападая на коняшку на поле Ф6 и вот здесь довольно интересная позиция если бы я играл здесь черными то скорее всего я разбирал бы такие ходы как конь Д7 уводя коня из подбоя и переводя его либо на Е5 либо на поле Ц5 либо ход слон Е7 защищая коня это абсолютно естественно человеческие ходы но вот например на слон Е7 я разбирал такой вариант слон С4 примерно как в партии ладья Б8 черные нападают на пешку Б2 белые защищают ее ходом слон БТИ перекрывая линию Б и здесь С6, С5 готовят ход С4 все-таки вскрывая линию Б и добираясь до пешки Б2 и здесь белые не обращают внимания на эту угрозу играют Х5 и на С4 холодно Х6 оставляя слона под боем и оказывается что эта позиция с лишней фигурой у черных абсолютно для них безнадежна белый король в полной безопасности грозит и взятие на Ж7 и обратите внимание два боя белые создали на коня Ф6 таким образом конь находится под напряжением пешка с Ж7 не может никуда уйти и у белых здесь решающая атака но в нашей с вами партии Лила сделала ход слон Д7 тоже не совсем человеческое решение не совсем ясно зачем слон занимает эту клетку кроме того белые могли бы побить два раза на Ф6 и вроде бы выиграть пешку но вот оказывается что если белые пожарничают и съедят пешку то после ладья Х6 уводя ладью из-под боя потом ладья Б8 нападая на мат приходится защищаться ходом Б3 ну и здесь например Ферзь С5 и выясняется что у черных здесь полная компенсация все таки у них два слона слон на Ж7 будет расположен довольно грозно пробивать все черные поля и вообще весь комплекс черных полей вокруг белого короля довольно серьезно ослаблен так что у черных полная компенсация за отсутствие пешки поэтому не соблазняется Стокфиш выигрышем пешки вместо этого он завершает развитие фигур ходом слон С4 и теперь на ход ладья Б8 у него есть ход слон Б3 перекрывая линию Б но Лила не сдается С6, С5 черные хотят сыграть С4 вынудить слона отступить и потом пробить Ферзем пешку на Б2 начиная атаку вроде бы нужно как-то защищаться от этой угрозы но оказывается что атака намного важнее чем защита и Стокфиш играет Х4, Х5 желаю выбить опору из-под коня Ф6 сыграть следующим ходом Х6 но как же ход С4 спросите вы ведь после С4 придется бить на С4 и черные первыми начинают атаку оказывается что бить не обязательно и слона можно просто оставить под боем сыграть Х6 на взятие также спокойно побить пешкой и здесь как ни странно у черных нет хороших ходов грозит взятие пешки на Ж7 с последующим взятием коня у коня нет хороших отступлений например если отойти куда-нибудь на поле Х7 то последует ход С1 нападая на Ферзя потом взятие на Ж7 если отходить на Ж3 но тоже кажется что это абсолютно не очевидные все варианты но вот например на ход С1 такой вот защищая пешку нападая на Ферзя компьютер здесь предлагает жесткое ладья Бит Х7 отдавая Ферзя потом забирая еще на Ж8 и забирая на Б8 и эта позиция к выгоде белых у них слишком много фигур за черного Ферзя и их король находится в полной безопасности оценить это непросто но давайте доверимся нашим железным друзьям и посмотрим как сыграла Лила вместо того чтобы выигрывать фигуру ходом С4 Лила начинает атаку ходом А5 А4 ведя в бой крайнюю пешку ну что же белые забирают пешку на А4 и здесь выясняется что после хода Ферзь А5 черные поставили коварную ловушку стоит коню холодно отступить на поле С3 вроде бы съел пешку и здорово то следует неожиданное С5 С4 и мы видим что сразу две белые фигуры оказались под боем и здесь черные выигрывают поэтому сначала нужно разменяться на поле Ф6 и только после взятия отступать конем на поле С3 так и было сыграно в партии теперь Лила возвращает Ферзя на Б6 и вновь возобновляется угроза С4 с последующим взятием пешки на Б2 белые защищаются от этой угрозы король Е7 в духе варианта Раузера отводя короля в центр защищая пешку Д6 и готовя в какой-то момент вывести чернопольного слона на А6 белые делают тонкий профилактический ход смысл которого я вам не могу объяснить просто А2 А3 какая-то форточка на будущее шах слоном король отступает черный ставит ладью на С8 вновь грозит ход С4 но белые блокируют эту клеточку ферзем ладья идет на С6 вроде бы как-то укрепляются черные белые централизуют все свои фигуры здесь черные передумали и поставили ладью уже на седьмой ряд ладья Д3 куда-то централизует свои фигуры столкфиш усиливает позицию и в этот момент в принципе черные могли бы еще долго стоять и топтаться на месте какие-нибудь хода вроде ладья А7 или ладья Б8 там разбирать но видимо злую шутку сыграла с лилой попытка активизировать фигуры ходом слон Ф4 идея абсолютно здравая слон с диагонали где он стрелял в пустоту переводится на центральную клетку Е5 где он будет атаковать и коня на поле Ф3 и пешку на поле Б2 в общем это такая страшнейшая диагональ слон здесь будет расположен идеально защищать пешку Д6 атаковать белые фигуры но как выясняется стокфиш заготовил на этот ход просто бомбический тактический удар и так типичная для сицилианской защиты жертва фигура конь Д5 шах вскрывая черного короля ценой коня естественно нужно бить на Д5 пешкой и теперь взятие с пешкой с шахом обратите внимание что король под шахом и под боем слон на поле Ф4 но вроде бы можно закрыться слоном и ничего страшного не происходит ведь на наивный ход Ф2 Ф4 последует ход слон Б5 и уже черные выигрывают в этой партии но здесь сказывается дальность расчета стокфиш вместо того чтобы играть Ф4 следует ход ферзь А4 такой перевод ферзя через всю доску и очень важно что теперь пешка на Ф6 связана и белые просто грозят побить ладьей слона на Е5 и потом толкнуть свою пешку на Д6 двойным ударом вскрывая полностью черного короля король отступает на Д8 заради уводя на ферзевый фланг от этих всех ударов и все равно следует ладья бьет Е5 на взятие на Е5 ну вы бы сыграли может быть Д6 но стокфиш холодно ладья Ф3 переводит ладью по третьему ряду и атакует пешку на Ф6 обратите внимание что в этой позиции у черных целая лишняя ладья поэтому какой-то прямой атаки против черного короля нет король убегает на С8 на ферзевый фланг добраться он защищен двумя ладьями ферзем и слоном все фигуры защищают черного короля белопольный слон вроде бы не участвует в атаке пешка на Ф6 не имеет большого значения но здесь сказывается еще один козырь в руках белых это крайняя проходная пешка которая немедленно идет вперед Аш5 Аш6 пешка стремится пройти в ферзи пока черные ладьи кукуют на противоположном фланге и не имеют координации ну что ж король Б7 пытается как-то устроить черные своего короля и подвести ладью к защите на ферзевом фланге и следует слон С4 такой вот холодный ход с идеей перебросит ладью по третьему ряду на поле Б3 теперь играть куда-то королем на поле А7 просто плохо поскольку ладья идет на Б3 потом размен на поле Б8 и выясняется что черные просто не могут остановить крайнюю пешку без ладьи поэтому нужно во что бы то ни стало воспрепятствовать движению ладьи на поле Б3 и этому служит ход слон А4 поле Б3 теперь под контролем но теперь уже ладья забирает на Ф6 нападая на ферзя ферзь отступает на поле А5 и мы видим что в этой позиции всегда теперь под боем поле А6 король никогда не может отступать на линию А из-за выигрыша ферзя и белый пользуется этим моментом играя ферзь Е4 абсолютная доминация белых фигур при отсутствии целой ладьи все фигуры активны где-то грозит вскрытый шах ходом Д6 король не может остановиться на линию А из-за шаха с поля А6 в общем-то несмотря на лишнюю ладью черные очень пассивно расположены пытается Лила разменять парочку фигур но следует Д6 шах закрывается Лила слоном и теперь просто ферзь забирает центральную пешку Лила пытается с темпом ввести ладью в бой нападает на ферзя ферзь спокойно отступает на Ф5 Лила блокирует проходную белых ладьей но и здесь белый просто пробивает пешку на Ф7 обратите внимание с каждым ходом количество выигранных пешек за белых возрастает а черные так и не создали контр-игру против белого короля и именно в этой позиции сказывается глубокая профилактика ходом А2 А3 помните я говорю что не могу вам объяснить этот ход было это примерно вот здесь я говорю что вот в этой позиции белые сыграли А2 А3 и я говорю что это очень глубокая профилактика которую я не могу объяснить обратите внимание 21 ход и где сказывается эта профилактика а сказывается она на 38 ходу вот здесь ход А2 А3 оказался очень полезен поскольку нету мата по первому ряду король имеет отступление на поле А2 что ж черные отступают ферзером на Д8 укрепляя свои ладьи ладья Ж7 такой издевательный спокойный ход белые поддерживают напряжение в позиции и говорят черным что у них попросту нет хороших ходов король Б6 избавляясь от связки по 7 ряду и защищая пешку Ц5 и тут следует последнее подключение к атаке Б2 Б4 еще один плюс от хода А3 что белые могут сыграть Б4 и подключить пешку Б к атаке размен на Б4 теперь грозят всевозможные маты шахи с поля Ц5 с поля А5 король черных в большой беде черные пытаются хотя бы разменять фигуру чтобы не получить немедленный мат но следует шах с поля Ц5 потом белые забирают пешку на Ж7 уже почти что новый ферзь появился на доске но все таки лила находит способ объявить шах потом шах с ферзем и все таки забрать эту опаснейшую проходную вроде бы черные чуть-чуть ферзем вошли в бой белый король тоже немножко раскрылся опасная проходная пешка ушла с доски но здесь пешки на ферзем флаг начали ползти вперед Б5 нападая на слона слон отступает на Е4 создается где-то угроза подключения ладьи к атаке и здесь точнейший ход слон Д5 шах разменивая последнего защитника черного короля после взятия на Д5 король отступил на А7 и после хода Д6 Д7 центральная пешка проходит в ферзи в результате чего была признана победа белых вот такая вот фантастическая партия абсолютно контруинтуитивная жертва ладьи за несколько пешек при этом черный король спокойно убегает от атаки на ферзевый фланг и кажется что ничего нет у черных остается лишняя ладья но тем не менее скучность их фигур отсутствие взаимодействия и опасная проходная пешка белых на королевском фланге позволила белым продолжить атаку и довести партию до победы кому понравился обзор обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал а с вами был Евгений Шувал до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...